Школа Югры на 100% готова к новому учебному году. Эту тему обсудили на Совете по развитию местного самоуправления. Заседание провел первый вице-губернатор округа Алексей Шипилов. При подготовке образовательных организаций уделили внимание пожарной безопасности, совершенствовали организацию питания, обновляли материально-техническую базу. Также наработали над энергоэффективностью зданий. В 2022 году в Югре школ стало больше. Ввели в эксплуатацию пять новых в Хантамансийске, Сургуте, Лангипасе и Сургутском районе. А это почти 3900 мест. Добавлю, 1 сентября свои двери откроют 312 общеобразовательных организаций. В них обучаются более 230 тысяч юных югорчан. Из них свыше 25 тысяч пойдут в первый класс. Мы видим, что в сфере образования уделяется огромное внимание как на уровне муниципалитетов, так и на уровне федераций. Причем это внимание не является однобоким, а имеет комплексный характер. Все проблемы, составляющие учебного процесса, на связи с отражением, уделяются внимание и решаются задачи. В том числе и кадровое обеспечение, здоровье, сберегающие технологии, организация качества питания для детей, медицинское сопровождение, санитарно-гигиеническое состояние, протезы обучения и воспитания. Увидели достопримечательности самого большого города в Югре и дети из Макеевки. Перед тем, как отправиться на базу отдыха в советские и Кандинские районы, сотни юных жителей ДНР побывало в Сургуте. Это уже вторая смена проекта «Лето в Югре». Он реализуется благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством региона и администрации Макеевки. Дети и подростки отдыхают в лагерях и специализированных центрах, знакомятся с достопримечательностями округа, участвуют в мастер-классах и других активностях. Расширяют кругозор и готовятся к школе. В Сургуте они, можно сказать, побывали в самом большом учебнике истории, причем мультимедийном. В парке «Россия. Моя история» макеевчанам рассказали о главных событиях последнего тысячелетия. Тут все сделано из прожекторов, а так просто не как в обычном музее. Честно, я сразу подумала, что это будет скучно, но на самом деле это очень интересно. И как раз мой любимый урок – это история. Ученые Нижневартовского госуниверситета исследуют климат Югры, чтобы предсказывать наводнение. Группа географов изучает ландшафт, чтобы проследить, как меняется температура на поверхности почвы и глубже. Уже завершились экспедиции в Березовском районе. Сейчас начались раскопки в верховье реки Вах. Ученые собрали данные с температурных датчиков. С помощью метеостанций следует изменение климата, а это скорость ветра, влажность воздуха и давление. Сейчас на основании полученных данных можно утверждать, что климат в Югре меняется в сторону потепления. Наблюдается повышение среднегодовых значений в пределах десятичных градусов. Благодаря мониторингу температуры в областях многолетней мерзлых пород можно создать новые интерактивные картографические продукты. Они позволят прогнозировать природные катастрофы, в частности наводнения. Больше 20 соцобъектов и порядка 50 новых общественных пространств сдали в Югре в минувшем году. Об этом говорится в поздравлении губернатора округа Натальи Комаровой ко Дню строителей. В числе новых социальных учреждений Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Четыре детских сада в Когалыме, Белаярском, Сингапае и Никсимволе. А также новый корпус восьмой школы в Ханты-Мансийске и два учебных заведения в Сургуте. Помимо этого в 2021 году ввели в эксплуатацию автодорогу Урай-Половинка. А также запустили первый межмуниципальный полигон для размещения обеззараживания и обработки ТКО для Нефтьюганска, Пытьяха и поселения Нефтьюганского района. Итоги регаты 2022 подвели в Нефтьюганском районе. Впервые за два ковидных года на озере Сырковский Сор вблизи Солыма состоялось открытое личное командное первенство по парусному спорту. За награды гонки боролись более 80 яхтсменов из Пойковского, Солыма, Нефтьюганска, Сургута, а также Курганской области. В итоге золото регаты завоевали хозяева. Серебро увезли гости из Сургутского района, а бронзоучастники из Шадринска. Югорские этноколлекции покорили сердца ценителей искусства со всей страны. Свои работы югорчане показали во втором этно-фэшн-фестивале «Стиль жизни. Культурный код», который прошел в Казани. Эксперты смогли познакомиться с коллекцией восстановленных праздничных нарядов остяков и вагулов XIX и начала XX веков. Особая роль в них отведена металлу. Его звон по замыслу автора – это «Голос неба». Именно такое название получила данная коллекция. Кроме того, на фестивале презентовали молодежную линейку одежды и аксессуаров Сурии. Она создана по мотивам древней вышивки югры. Работу югорских мастеров получили высокие оценки искусствоведов, дизайнеров, представителей культурного сообщества. Югорчане могут предложить название для метеоров. В регионе стартует общественное обсуждение, в рамках которого жители нашего округа смогут дать имена новым инновационным судам. Напомню, теплоходы отечественного производства «Метеор-120Р» и «Метеор-2020» приобрели в рамках инвестиционной программы. Новые корабли будут перевозить пассажиров по социально значимым маршрутом. Хантамансийск-Березово, Хантамансийск-Урманный, Приобье-Березово-Нижний-Нарыкары. Добавлю, что поделиться своими идеями можно на портале «Открытый регион Югра» до 23 августа. Из Рязани в Тулу сегодня участники медиа-экспедиции «Победа в наших сердцах» добрались до одного города-героя. Напомню, 6 августа из Хантамансийска выехал «Кортеж» на старинных автомобилях «ГАЗ-М20». За 9 дней они преодолели почти 3000 километров и побывали в шести городах. Это Тобольск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород и Рязань. Там представители пробега посетили памятники «Победы», а также встретились с подрастающим поколением, чтобы подробнее рассказать об акции. В этом году участники медиа-экспедиции планируют доехать до белорусской деревни Почтовая Глинка, где расположен единственный в мире музей «Вдов Великой Отечественной войны». Впервые в путь отправились и медиа-волонтеры. Это четыре девушки, участницы проекта «Север для победы». Они выиграли в конкурсе фонда гражданских и социальных инициатив Югры. Я вам вещаю из города Рязань. Мы все едем тем же экипажем, четыре машины в Туле. Нам уже присоединится еще одна пятая машина, и так бы и Беларусь. На дороге была уже поломка. Что-то случилось с машиной, и Беларусь ремень порвался только что. Я не разбираюсь в машинах, поэтому не могло сказать подробностей. Мы встретились с материалом войны. Ему было девять лет, когда началась война. Весь лет он уже стоял и помогал фронтам. Машина, ставшая символом эпохи. Легендарный внедорожник пополнил ряды экспонатов исторического комплекса «Сухой Бор» в Урае. ГАЗ-69 занял почетное место на постаменте в музее под открытым небом. Все местные раритеты с оригинальными запчастями отремонтированы урайскими мастерами. При создании автомобиля ГАЗ-69 задумывался как транспорт для военнослужащих и работников сельского хозяйства. Оттого опытные образцы назывались «тружениками». Пригодилась эта машина и в Западной Сибири во время освоения северных земель. На таком транспорте первооткрыватели доставляли на место строительства будущих городов важные грузы. А сейчас ГАЗ-69 стал достоянием автомобильной коллекции исторического комплекса. На данный момент здесь проводится реконструкция. Работы планируют завершить ко дню нефтяника. Работы кипят. Примерно где-то половину пути мы прошли. Будет здесь несколько стелс стоять с информацией о цехах добычи, о руководителях исторических. То есть начиная где-то с самых первых руководителей будет стоять техника, спецтранспорт, который принимал участие непосредственно при разработке всех наших месторождений. Югорчане услышат Евгения Онегина. Оперу Петра Ильича Чайковского привезет в Фантомансийск московский музыкальный театр «Геликон-опера». Спектаклям столичные артисты откроют концертный сезон КТЦ «Югра-классик» 26 августа. «Геликоновский» Евгений Онегин. Постановка необычная. Это воссозданный классический спектакль, который ставил в 1922 году легендарный режиссер Константин Сергеевич Станиславский. «Геликон-опера» выступит не только в окружной столице, но и в Югорске и Сургуте. 28 и 30 августа, соответственно. Здесь артисты покажут оперу Сергея Рахманинова «Олега». Билеты на спектакль можно купить по пушкинской карте. Кстати, в труппе музыкального театра играет югорчанин Алексей Исаев. Солист театра лично пригласил их жителей округа на спектакли. Очень ждем вас, чтобы мы вместе насладились легендарными шедеврами в исполнении артистов из симфонического оркестра «Геликон-опера». С особой теплотой я отношусь к Югре, ведь это мой родной край, так как я вырос в городе Сургут. Поэтому для меня вдвойне гордо выступать перед дорогой сердцу публикой. До скорой встречи на югорской земле. Появится ли спортзал для большого тенниса в Пытьяхе, а ледовый дворец в Нижневартовске? И как обстоят дела с киберспортом в регионе? На эти вопросы сегодня в прямом эфире ответит директор департамента физической культуры и спорта. Сергей Артамонов поговорит с югорчанами о развитии спорта в округе, а также подведет итоги первой половины 2022 года. Свои вопросы любители спорта могут задать в комментариях под анонсирующим постом. Прямой эфир состоится сегодня в 14 часов в официальной группе департамента физической культуры и спорта в соцсети ВКонтакте. Жители Сургутского района приглашают на форум работающие молодежи. Фестиваль пройдет 19 августа. В мероприятии примут участие представители молодежных трудовых отрядов от 14 до 18 лет, а также молодые профессионалы до 35 лет. Младшей категории участников предстоит подготовить короткую творческую презентацию своей деятельности. Для них готовят открытые лекции, мастер-классы по развитию профессиональных компетенций. А для молодых специалистов Сургутского района организаторы фестиваля подготовили встречу с экспертами, которые расскажут про бизнес и грантовую поддержку. Завершится форум работающей молодежи бизнес-игрой «Монополия». Подать заявку на участие можно до 17 августа. Продолжение следует... Продолжение следует...